Слава Господу! Бог продлил нам еще жизнь до этого прекрасного утра, куда позволило нам быть собранными во имя Его, чтобы вспомнить еще раз в нашей жизни, как дорого куплены мы, чтобы еще раз взойти на Голгофу, еще раз оценить, как дорого куплены я и ты от вечной гибели. И ты, Сын Божий, пришедший на сию скорбную землю, согласился взять мои грехи и твои, дорогие, брат и сестра, на себя, чтобы принять эту самую позорную смерть, чтобы быть как чистым невинным акцем, жертва которого была в силах избавить нас от вечной гибели. Поэтому все псалмы, все слова, которые имеем возможность еще раз в нашей жизни слышать, нам приближают эту картину из жизни Сына Божьего, Его самую позорную смерть, которая только могла быть на земле, и она для нас самая ценная. Это событие, которое подошло на Голгоф, я думаю, в истории всего рода человеческого, оно особенное, ни с чем не сравнимое. Потому что, если бы не эта позорная смерть Сына Божьего, все согрешили, все были лишены славы Божьей, не было возможности. Закон никого не привел до совершенства, но пришла Божья благодать через Иисуса Христа, Сына Божья. И эта ласка освободила Тебя и меня, чтобы мы жили для Бога, чтобы мы служили Ему, чтобы мы любили Его, потому что Он нас возлюбил. И так как Он свят, и в наших сердцах пусть будет это желание, это стремление к чистоте и святости, пока мы здесь, на земле, потому что туда ничего нечистое войти не сможет. И для этого нам дана эта возможность чудотворной силе Иисуса, крови Иисуса Христа переживать Божье освящение, Божье очищение, потому что эта кровь святая имеет силу смывать всякий грех. Псалма, которую мы пели в начале нашего собрания, нам напоминала о том, как все это происходило, что Он отверженный людьми, оплеванный, избитый, роняя кровь и слезы, на пути и шел на Голгофу добровольно. И если бы не это пред нами одна была бы участь, вечная разлука с Богом после нашей кратковременной жизни на земле, но этот подвиг избавил нас. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели, спас, и поэтому Слово Божье нас призывает к тому, чтобы мы любили всегда нашего Господа, потому что любящим Господа, омытым кровью Иисуса Христа, одетым в эту праведность Божью, по вере, в эти брачные одежды, мы имеем надежду быть вечно с Ним в Его вечном Царстве. И Слово Божьего. Несколько стихов напомню Евангелие Матфея 26-й главе. Знаю, что и Слово Божьего, что к этому подвигу Бог готовил от вечности Сына Божьего, потому что на это Он был предназначен и пришедший на сию скорбную землю, принявший наше тело как человек, Он оставил нам во всем примере и следы и впоследствии этот подвиг на Голгофе для нас 26-я глава после молитвы в течение Гевсиманского сада 46-й стих читаем встаньте пойдем вот приблизился предающий меня и когда еще говорил Он вот Иуда один из двенадцати пришел и с ним множество народа с мечами и колями от предосвященников и старейшин народных предающий дал им знак сказав кого я поцелую тот и есть возьмите его и тот час подойдя к Иисусу сказала радуйся рави и поцеловала его Иисус же сказал ему друг для чего ты пришел тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его и вот один из бывших Иисусом простевший руку извлек меч свой и ударил раба предосвященников отцем ему уху тогда говорит ему Иисус возврати меч твой в его место ибо все взявшие меч мечом погибнут или думаешь что я не могу теперь умолить отца моего и он представит мне более нежели двенадцать легионов ангелов как же сбудутся писания что так должно быть тот час сказал Иисус народу как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня так же и разбойники распятые с ним поностили его от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого а около девятого часа выступил Иисус громким голосом или или лама савафани то есть боже мой боже мой для чего ты меня оставил некоторые из стоявших там слыша это говорили или юсавиот он и тот час побежал один из них взял губку наполнил уксусом и наложил на трос давал ему пить а другие говорили постой посмотрим придет или Илья спасти его Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух при этом при этом как уже предпочитано произнеслось это особенная слава совершилась из этих уст которые хотели напоить люди уксусом прозвучало это прекрасное свидетельство что совершилось все то что было предсказано через пророков что было обещано и что совершилось спасение для тебя и меня дорогой брат и сестра поэтому да может нам Господь ценить этим дорожить этой Божьей благодатью чтобы в нашей жизни служить ему верно сердцем вполне преданным ему в другом месте сказано что ему хотели подать какие-то средства на это время как обезболивающие но он всю боль всю эту скорбь все это страдание перенес вполне он согласился на этот величайший подвиг поэтому да поможет нам наш Господь быть послушным ему чтобы живя на земле нам исполнить волю его аминь аминь